Ежегодно к декаде инвалидов в Искитимском районе проводится районный фестиваль художественного творчества детей и подростков «Поверь в себя». Он насчитывает уже 25-летнюю историю. Несмотря на ограничительные мероприятия, фестиваль решено было провести и в 26-й раз, но в формате онлайн. Сегодня заключительное заседание конкурсной комиссии. В отделении реабилитации комплексного центра «Вера» собраны все работы участников фестиваля. В основном их присылали по электронной почте. Каждое выступление жюри просмотрела по нескольку раз. Заочный формат фестиваля не отпугнул желание у ребят в нем участвовать. Свыше 50 детей и подростков прислали свои видеозаписи и фотоотчеты в конкурсах прикладного творчества и музыкальном. Мы решили, что нам не хватает призовых мест, нам не хватает дипломов, мы их напечатаем дополнительно. Хочется отметить большее количество ребятишек, порадовать больше ребят. Мы всегда с удовольствием смотрим работы и они нас всегда радуют, но оценивать заочно, конечно, сложнее. Когда смотришь на ребенка, видишь его возможности и оцениваешь, насколько он талантлив, соразмеримо с его возможностями и состоянием здоровья. Сегодня нам оценивать гораздо сложнее. Артем Бзови сегодня вместе с мамой по пути в музыкальную школу лично приехал в отделение реабилитации и продемонстрировал свои успехи. Жюри высоко оценило мастерство Артема по высланному видеоотчету, поэтому диплом первой степени был готов заранее. Однако выступление мальчика еще раз убедило комиссию в верности принятого решения. За высокое исполнительское мастерство в 26-м районном фестивале художественного творчества детей и подростков поверь в себя. Артем, мы тебя поздравляем, ты большой молодец. Давай я тебе пожму руку. Я сначала с мамой учился дома играть, а потом уже в нашей гусениковской школе с Александром Витальевичем Быковым. А потом записался в эту музыкальную школу, в Леневскую. На баяне я там учусь. Гормушка, меховой инструмент, кнопочный. Он мне больше нравится. И баян. Музыкальных и творческих выступлений в этом году представлено все же меньше. Самыми многочисленными работами оказались рисунки. Они лидируют среди декоративно-прикладных работ. Здесь уже точно не позавидуя жюри. Выбрать лучшие среди этих замечательных творений кажется невозможным. Тем не менее, дипломы победителей, участников фестиваля, а также подарки будут вручены всем, кто представил свое творчество. Леневским жителям индивидуально, здесь, в комплексном центре. Всем остальным награды вручат социальные работники по месту жительства.